Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Farlife84, и я хочу показать вам один очень эпичный бой, но в формате не прямого эфира, а как бы рассказа. Формат для меня такой необычный, поэтому пишите, как вам зайдет такой вид контента, ну а я, пожалуй, начну. Обычно я катаю в парах, но тут меня что-то дернуло сыграть в скваде, понятное дело, с рандомами. В рандомные сквады я обычно не хожу, хоть это и на два потенциальных врага меньше тебе придется все-таки убить, но, с другой стороны, это может быть на два потенциальных бесполезных адиота в твоей команде больше. Отыграть я решил эту битву на Фантоме, ибо она имеет пару очень читерских способностей, хотя кому мы будем врать, просто у нее сочная жопа. У кого там сочная жопа? Да нет, тут просто для... Слышь, пёс, ты сейчас пи*** получишь. Так как главным был не я, лидер решил нас высадить на ранчо Айрис, хотя я не очень люблю удаленные места на карте, во-первых, там всегда меньше лута, во-вторых, на пачку с четырех лиц может не хватить брони, ну и в-третьих, есть шанс, что придется очень долго пилить до зоны. Что в этой битве и случилось? При землишись, я сразу стал пылесосить, что-то плохо лежит, как я и сказал, лута тут мало, но насобирать на синий броник я все же смог. И так как Фарлайт игра весьма динамичная, долго нам лутаться не позволили, противники начали проходить на нашу ферму со всех сторон. Кто-то на машине, кто-то пешком, и тут сложно сказать, кто был именно живым игроком, а кто и ботом, ибо, да, боты тут есть, и начальную стадию игры частенько приходят стили с искусственным интеллектом. Наверное, это основной минус игры, но стоит заметить, что вот эти вот ребята, скорее всего, были живыми, ибо они пытались помочь друг другу. Ну и еще в тему ботов, не стоит списывать со счетов людей, играющих с телефонов, ибо тут в игре кроссплатформа, и я в душе не ебу, кто додумался это организовать, но есть как есть, так и играем. Поэтому, кроме ИИ-ботов, в игре еще есть мобилоботы. Когда мы завалили уже тут всех, и я лично сделал уже три фрага, в погоне за убегающим противником я заметил, что, как я сказал в начале, круг зоны свелся на другой конец карты. А это значит, нам всем предстоит долгий путь на другую сторону. Его придется совершать либо на машине, либо пешком. Я решил выбрать машину, но на самом деле, не успев проехать и четверть пути, на подступах к локации карнавала я увидел вражеский транспорт, ну и решил, разумеется, вступить в бой. Самонадийный придурок. Как оказалось, не я один этого хотел, и там уже другой сквадт вступил с ними в схватку. Положив одного, я почувствовал пули, прилетающие сверху, и решил спрятаться за камнем. Для меня этот противник на данный момент был очень опасным, потому что он находился на высоте, а я у него был как на ладони. Понимая, что сражаться с ним будет, ну, несподручно, я решил пока помочь своим союзникам, потому что у них за моей спиной тоже шло сражение. И как только я повалил одного из противников, я решил развернуться, чтобы проверить, как там этот горный козел. И развернулся я вовремя, ибо он уже начал менять позицию. Разменявшись с ним уроном, я был решил похилиться, но, оказывается, противник был не один. И тут я решаю уйти в Инвиз. Ультимативная способность Фантом позволяет уйти не только самой, но и забрать туда всю команду, если она достаточно близко к вам находится. Инвиз свое дело сделал, и противник просто не успел среагировать. Но я уже заметил противника, который был на горе, а значит, их было уже трое, считая того, которого я сейчас завалил. И в этот момент случается самое ужасное. Зона нас догнала. И более того, так как кольцо на другом конце карты, идти нужно срочно. А это весьма проблематично с тем количеством врагов, которые у нас вокруг находятся. И только я решил пострелять по убегающему в зону, ко мне уже подходил тот горный козел. И сейчас все решится от того, кто будет более динамичным. Я решил прыгнуть вверх по стволу дерева, чтобы запутать его, и моя хитрость удалась. Правда, хп заканчивалось. А так как мы в зоне, нужно лечиться. Благо, союзники прикрыли от последнего врага, как я сначала подумал. А начав лутать убитых, встретился взглядом вот с инипкой как раз-таки. Но он не стал проблемой. Дальше начался долгий путь в зону с постоянным лечением. И пока я еще с одним союзником бежал в зону, получая периодический урон, наши два напарника уже умерли возле зоны. А это значит, что их там уже кто-то ждал. А значит, будет ждать и нас. Чтобы не идти в одну позицию, пока мой оставшийся в живых напарник пошел воскрешать трупы, я направился немного правее и пострелил там одного. Возможно, это он положил наших, а может, убить уже свалили. И это просто мимо бегущий фраг. Приближаясь к складам, мы уже были в зоне, но это еще и значит, что там, скорее всего, есть враги. И да, так и оказалось. Первого забрал наш союзник, а вторая кинула на нас черную дыру. Но шаги ее спалили, и мы быстренько с ней разделались. Забравшись на крышу ангаров, я понимал, что, скорее всего, на правых ангарах кто-то есть. И я решил держаться ближе к союзникам. К тому же, оттуда шла стрельба, а умирать одному справу не хотелось. И так оказалось, Павлик Экстрасенс прочитал крысу, сидящую возле ангара. Но, правда, она сбила мне почти всю броню. Поэтому, быстро восстановив заряды брони, я решил дождаться, пока он побежит, и словить его на неожиданности. Так и случилось. Но, правда, я его не добил, а значит, нужно срочно сближаться, пока он не восстановился. Бросаю сканер, чтобы спалить его местоположение. А это вторая читерская способность, по сути, легальный ВХ. Понимая, что он знает, где я, я решаю воспользоваться разницей в нашем здоровье и преимуществею от ВХ, убивая его. Но не сразу, правда. А уже на выходе из ангара словил его сбоку. Пробежав буквально 30 метров от ангаров, нас уже еще раз начали встречать противники, находящиеся в зоне. Ненавижу бежать в зону. Ты всегда находишься в прогрессной позиции, потому что там, куда ты должен прибежать, тебя уже ждут, а сзади на тебя наседает поле. Но тут один из противников поступил опрометчиво, надеясь, что перестреляет меня, но, попав по мне пару раз, понял, что брони у меня больше, но было уже поздно. Еще минус один. Сближаться я уже решил через инвиз. Плюс как раз таки инвиза в том, что если вы не бежите, то вас не видно совсем. В противном же случае противник видит рябь в форме тела. Но заметив противника с красной броней, срочно нужно было его убивать, иначе он создает худшую проблем. Но не удалось, он ушел. Пытавшись словить его еще раз сбоку, я ушел на перезарядку в тот момент, когда на меня выскочил еще один противник. И только на реакции и большом количестве брони я его перестрелял. Обалдуя очень сильно затупил при выходе на меня, наверное, он не ожидал увидеть меня так близко. Добив этого обалдуя, снова тот противник с красной броней показался, нужно было его выносить. Поняв, что он сейчас уйдет на долгий хил, я ускорился к нему и посвятил его сканерам. Преимущество было на моей стороне, так как я мог уже при выходе ввести ему прицел прямо по голове. И вот тут была его ошибка. Если бы он постоял сейчас сразу на выходе, возможно, я бы и не успел его убить. А так, шансов у него не было. А пока я разбирался со всеми этими противниками, трое моих уже благополучно отъехали. Добив того, кто завалил всех моих союзников, я принял решение воскресить хоть кого-то, чтобы не быть в меньшинстве. Пока возрожденный мной побежал поднимать третьего, я направился к четвертому, но встать ему было не суждено. Четверо противников уже подступали, поэтому настало время решать все самому. Победа! С 17 фрагами, постоянной беготней в зону, кучей противников и заслуженной концовкой. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!